Аминов Ильшат Юнусович. Родился 27 июля 1963 года в городе Казани. Окончил Казанский государственный университет. Работал директором службы новостей телекомпании «Эфир», председателем ГТРК «Татарстан». С 2001 года генеральный директор телерадиокомпании «Новый век». С января 2019 года председатель Союза журналистов республики. С сентября 2019 года депутат Госсовета Татарстана. Вот я думаю, мы как два главных редактора можем сразу начать говорить о том, что у нас очень серьезный кадровый голод у всех. Действительно так? Это может оказаться в нашем последнем интервью. Пошутим так. Но надеюсь, что будет наоборот. Действительно, кадровый голос сегодня существует, и тому есть множество причин. Ну, первое, это, конечно, хроническое, я считаю, недофинансирование отрасли. И эта ситуация развивается уже не первый год. С 2008 года как-то у нас понятие индексации для журналистской отрасли как-то не в ходу. Нет такого термина, мы забыли этот термин уже. Это первое. Второе, вот такое вот отсутствие финансового ресурса, и в том числе и уровня жизни, возможности поддерживать соответствующий уровень жизни, приводит к тому, что для многих молодых людей эта профессия становится непрестижной. Мне скажут, вот старый Ильич Атаминов, решил вспомнить прошлое. Я, когда пришел работать на телевидении, я получал зарплату 130 рублей. Плюс 70 рублей я зарабатывал гонорара. Итого я получал 200 рублей. По самым скромным подсчетам сегодня это 200 тысяч рублей. Это молодой журналист, который только пришел на работу. Ну, хорошо, даже если не 200, ну пусть будет, но 150, это точно даже в соотносимых ценах. 24 часа я был на работе, 24 часа я работал в новостях, тогда еще ГДРК Татарстан, Госкомитет по телевидению и развещанию. И я работал, и от работы получал и удовольствие, и материальное вознаграждение. Это очень важный баланс. Сегодня, когда в отрасли зарплата 40 тысяч рублей, средняя зарплата, вот по всем предприятиям я посмотрел, это, конечно, безнадежно мало. И отсюда же идет еще одна важная проблема, это деперсонализация журналистики. Потому что, как показывает практика, сегодня журналистику, публицистику двигают имена. Нужны имена, нужно доверие, нужна определенная аудитория, которая, ну, единомыслящая аудитория нужна для того, чтобы сегодня развивать какие-то идеи. Вот мы с вами изучали историю русской журналистики. Вот я почему-то сейчас об этом вспомнил, но давайте вспомним. Пушкин, журналист, Некрасов, журналист, Тургенев, журналист, Чехов, журналист. Они все занимались журналистикой. Что там говорить? Ленин, Ленин до 1917 года писал в анкетах журналист, потом писал литератор. Сталин занимался редактированием и занимался правдой. И они сейчас не про идеи, я просто говорю, какой был уровень журналистики всегда. Какие люди считали честью работать в журналистике? Изменились рыночные условия, изменились подходы, технологии, способы доставки информации для читателя. Может быть, это нормально, то, что и роль журналиста поменялась, и то, что приходят контент-менеджеры, медиатехнологи, и роль журналиста, она стала другой. Этот объективный процесс негативен, потому что он убивает самое главное в журналистике. Когда мы говорим только о технологиях, да, конечно, сейчас идет мощная конвергенция. Мне говорят, до свидания, моими коллегами, вы знаете, мы все время спорим, до свидания, умерло телевидение, сейчас только интернет. Ну при чем здесь это все? Это всего лишь платформа. Технологии меняются, суть работы не меняется. Хорошо, платформы у нас теперь разные. У нас сейчас сплошная конвергенция. Вот вы работаете главным редактором, руководителем Татаринформа. Сейчас мы занимаемся с вами телевидением. Выйдет это на платформе интернет, допустим. Что от этого изменилось? Да ничего. Платформа не означает самого главного. Платформа не подменяет смыслы. А журналистика, еще раз подчеркну, должна формировать смыслы, прежде всего, и образ будущего. Когда мы говорим с вами про финансовую сторону, тут есть тоже, возможно, контраргумент. Есть рука рынка, невидимая рука рынка, о которой мы тоже много лет говорим. И, в принципе, то, сколько сейчас зарабатывают многие редакции, мы видим, тоже это очень сильно поменялось. То есть те же телекомпании, там их рассвет был в 90-е, в начале нулевых, там сумасшедшие потоки рекламы шли, минута стоила космических денег. Сейчас не так. То есть, может быть, тоже и это объективный процесс. Я же не говорю, что я пришел сюда и сказал, там, дорогое государство, немедленно добавьте нам денег. Я так не говорю. Но то, что сегодня мы эту проблему обязаны решить, мы, являясь менеджерами среднего звена, мы должны решать эту проблему, это для меня очевидно. Потому что то ли мы будем проводить реформы, то ли мы будем создавать какие-то объединенные холдинги, то ли мы будем делать, как говорится, огромный, единый информационный холдинг, как сегодня, может быть, время требовать, чтобы не тратить ресурсы на многочисленные органы управления. Это, может быть, разные варианты. Но то, что ситуация сегодня критическая, я в этом уверен. Потому что меня больше всего пугает отсутствие притока молодых свежих кадров, которые способны не просто, ну, извините, транслировать готовую информацию, а рождать новое знание. Еще второе. Я тут не устраиваю плачь Ярославной. Ну-ка, быстро-ка добавьте мне там бюджет и так далее, и так далее. Но те люди, которые занимаются сегодня строительством нового общества, к которому мы сегодня активно шагами идем, они должны понимать, что без соответствующего идеологического сопровождения этого процесса все равно не получится. Еще раз повторю. Идеи всегда идут в начале, потом идут действия. А почему, допустим, у нас, в принципе, нет, например, военкоров торсанской журналистики? То есть у нас есть авторы, которые ездят, наши журналисты ездят, но вот такого классического военкора у нас ведь ни одного нет. Мы несколько раз пытались им этот статус предоставить, пока у нас не получается. Но мы все документы неоднократно в соответствующие ведомства отправляли. Я считаю, это вы абсолютно правы, это тоже вот часть того, что очень мало таких людей, которые способны это делать. Это ведь не простая профессия военкор. Это не про то, чтобы там... Это образ жизни целый. Это образ жизни целый. Это особое знание безопасности. Опять же, это особые профессиональные навыки. У нас, в связи с тем, что греха таить, сейчас уже есть и текучка кадров, вы знаете, ведь военкора за один год подготовить невозможно. Военкоры, так правильно сказали, образ жизни, это нужно постоянное развитие человека. Вот в связи с тем, что вот эта текучка кадров сегодня присутствует, достаточно трудно представить себе, чтобы молодой человек стал, например, политическим обозревателем. Но политический обозреватель, любой, это всегда опыт. Ну, 15-20 лет он должен дозревать. Он должен... Сначала поработать, побегать корреспондентом лет 5, познать, что такое информационное общество, знать, кто где сидит хотя бы и кто кем работает. Для этого нужно быть несколько лет в профессии. Сегодня у нас идет постоянный перерыв. Только человек начинает вроде чего-то там понимать, чуть-чуть понимать в журналистике, как он тут же уходит на более высокоплачивую работу. Это факт. Пиар, пресс-службы, я не знаю, откуда они в такие деньги берут наши уважаемые руководители ведомств. То есть они... Это постоянный... Это я вижу каждый день. То есть они уходят работать в области, не связанной с журналистикой. Я считаю, что сегодня в нынешних условиях, скажу вообще уж главную мысль, которую я хотел вам сегодня сказать. Сегодня нам нужно в отрасли вкладываться в людей. Нам нужно вкладываться в людей для того, чтобы потом получить нужный результат. Если мы сегодня в людей вкладываться не будем, это все бесполезно. У нас с вами бесполезная болтовня, мы зря собрались. Потому что для того, чтобы технологически осуществлять процесс передачи общеизвестной информации, большого ума не нужно. Этого можно научить всех. Но истинной журналистикой, людям, которые способны хотя бы два факта сопоставить и получить третье знание, это, поверьте мне, уникальные специалисты. И отсутствие их меня начинает уже не просто раздражать, а просто вызывает у меня некоторое чувство досады. Потому что поколение меняется очень быстро, технология меняется очень быстро. С учетом новых технологий заниматься этим еще сложнее. Поэтому я бы назвал ситуацию катастрофической и боюсь, что это правда. Мы говорим с вами о подготовке кадров, но вы много лет, кстати, их и готовите. Вы и нас учили, и сейчас учите. Я понял, камень в огород прилетел большой. Вопрос опять-таки возвращается к тому, кто его задает. А как готовить, где готовить, как отбирать? Скажу прямо в лоб. Поднимать зарплату работникам отрасли. Ее надо поднимать. Ее надо поднимать существенно. Раз. Второе. Сегодня подготовка журналистов. Я сам работаю на факультете журналистики. Но я пытаюсь все время это делать. Она должна быть очень жестко ориентирована на практику и на технологии. Вот вы скажете мне, там сложные технологии. Нет, это всего лишь ноты. Вот человек должен так хорошо играть, гаммы, понимаете, гаммы должен играть сначала, научиться, чтобы потом исполнять уже авторские, замечательные, выдающиеся, неповторимые произведения. Вот эта вот связь с практикой сейчас нужна более острая и опять же новая технология, о которой вы говорите, они должны быть просто в первых курсах изучаться студентами. Все виды конвергентной журналистики. Сейчас все, все, грани стерты. Скоро все редакции превратятся в единый конвергентный механизм такой, знаете, единый информационный концерн. Сейчас уже, видите, главные редактора, все уже становятся тележурналистами. У нас даже министр связи, выдающийся интервьюер, хотя имеет огромные просмотры, с уважением к нему отношусь. Вот последнее его интервью почти миллион просмотров с известным психологом, изучающим мозг. Ну, здорово, но что это означает? Вот идет слияние такое. И поэтому в этом процессе мы, как журналисты Татарстана, не должны потеряться, потому что идет борьба за контент мощный, это война за контент. Вы же много лет преподаете, вы видите качество абитуриентов, какое оно было 10 лет назад, 20 лет назад, какой сейчас. Куда все идет, на ваш взгляд? Потрясающие дети. Поверьте мне, потрясающие дети. Когда они делают мне свои работы, там, допустим, монтажную фразу, визуально-последовательно снимают, я вижу какие-то талантливые люди, а у них огромные. Когда я спрашиваю, на первом курсе всегда я спрашиваю, зачем вы пришли в журналистику? Они говорят, вы знаете, они потрясающие вещи мне говорят. Ну, один-три скажут, чтобы прославиться и чтобы свое эго потешить. И такие есть, спору нет. И тоже мотивация. Тоже мотивация. Но остальные-то приходят. Мы говорят, хотим изменить этот мир, хотим сделать его лучше, хотим помогать людям. То есть абсолютно правильные, с моей точки зрения, задачи ставят они себе в этой профессии. Но первый год работы, по моим подсчетам, 90% уходит из отрасли. В любое направление. Розовые очки исчезают? Розовые очки исчезают. Розовые очки исчезают. И половина уходит из отрасли. Невозможно, имея такой низкий уровень жизни, заниматься столь серьезной и очень ответственной работой. Она действительно предполагает огромную ответственность журналисту. И я, как представитель союз журналистов, скажу вам честно, я для себя решил, я буду поднимать эту проблему при любой встрече, при любом раскладе, при любой возможности. Для того, чтобы поменять мнение и власть придержащих, и людей, которых в профессии, к самой профессии. Мы немножко начали к ней относиться, ну не знаю, легко что ли. Ну, может быть, это я не так, может быть, мне кажется это, но мы должны к ней относиться очень серьезно. Соответственно, мы должны требовать и серьезного отношения со стороны общества к этой профессии. А вообще, что бы вы могли посоветовать людям в плане информационной гигиены? Ну, первое, это критическое мышление. Подвергай все сомнению. Второе, ну никогда не опирайся на один источник. Пытайся всегда расширять базу своих источников. Да, это требует времени, но если ты хочешь знания, ты должен постоянно его проверять. Проверяй, ничему не верь и проверяй. Вот, пожалуй, и это принцип работы любого журналиста сегодня. И очень многое знать, и читать, естественно читать, но я не говорю о том, что нужно читать телеграм-каналы. Нужно читать серьезных авторов, нужно читать философов, нужно читать экономистов, для того, чтобы, ну извините, либо вы просто потребляете, как это бездумно, что вам кладут в кормушку, либо вы выбираете, что вам нужно, и находите, как раз про это я говорил, островки стабильности и островки объективной информации в этом огромном море. Оно будет только усиливаться. Представляете, что будет завтра? Конструкция, которая будет через 10 лет, там есть место для татароазличной журналистики? Какое оно будет, как считаете? Ну, пожалуй, это самый грустный вопрос. Я недавно выступал об этом на своей программе. Та скорость, которая исчезает татарской нации, вызывает у меня чувство большой горечи. А эта скорость пока не меняется. Пока даже мы не говорим о том, чтобы расти. Я бы поставил вопрос, как нам сделать так, чтобы остановить падение людей, знающих татарский язык. У меня это очень сильно тревожит. Я просто буквально ночами не сплю, иногда думаю, ну что предложить? Я абсолютно убежден, что нужна полностью измененная концепция татарского народа, которая у нас есть. Она должна быть полностью изменена и переработана. Однозначно. Она же недавно принята. Старая концепция, она ни о чем. Ну, буквально несколько лет. Да, она ни о чем, к сожалению. Она такая слишком общая и неконкретная. Но, извините, это, конечно, бред сумасшедшего. Сразу говорю, бред сумасшедшего. Но я бы думал о том, что сегодня нужно произвести полную инвентаризацию нашей нации. Что это означает? Точно знать, сколько где живет татар, в каком регионе. Какие у них условия для продвижения языка, для изучения языка. Какие школы есть, сколько их осталось. Конкретно, в числах. Теперь у нас не так много, чтобы эти числа не сделать. Нам нужны конкретные состояния, сегодняшние состояния и татарского языка, татарского образования и татарских семей. И потом уже на базе этого пытаться построить модели для того, чтобы этот язык сохранить. А эта конкретика должна быть прямо по направлениям, на мой взгляд. Прямо по направлениям. Как и где мы должны сохранять людей, которые знают татарский язык. Это первое и второе. Парадигма меняется абсолютно. То есть раньше мы говорили, есть деревня, сохраняется культура, обряд и так далее. Все. Это все закончилось. Постиндустриальная эпоха, информационное общество. Нигде не скроешься. И тем более деревень становится все меньше. Все переезжают в большие города. Этот процесс невозможно остановить. В рамках урбанизированного города создавать зоны, извините, какие-то пространства для сохранения языка. Это очень сложная задача. Но она возможна. Она возможна. Да, для этого нужно создавать условия. Да, для этого нужно создавать особые школы. Да, на это нужно тратить огромные деньги. Но без этого у нас ничего не получится. Вы много лет занимаетесь телевидением. Телеканал «Новый век. Ваше детище» создан при вашем активном участии. И, ну, скажем так, достиг расцвета тоже при вас. Но мы знаем, что у любого большого проекта в бизнесе или в медиа есть некая высшая точка, после которой либо стагнация, либо спад. На какой точке находится ТНВ сейчас? Если я почувствую хотя бы на миг, что я не обеспечиваю рост этого канала, который, конечно, замыслил, придумал, реализовал великий человек Митимишар Айпишамей, вы знаете, первый президент Татарстана, я даже, поверьте мне, ни минуты не задержусь. Значит, все годы моей работы, для меня это принципиально, мы всегда, каждый год делали что-то новое. То есть открывали новые каналы, открывали новые направления, открывали, значит, целые пласты новой для нас деятельности. Если вы посмотрите по годам, оно так и есть. Поэтому сейчас мы активно занялись диджиталным направлением. Это просто для нас теперь. Вот у меня каждое совещание, начиная с интернета, с платформ, то есть мы должны сегодня, как вы знаете, быть мультиплатформны, да? То есть надо сегодня вещать на всех платформах, надо сегодня понимать, какой контент необходим зрителю, слушателю, потребителю той или иной платформы. То есть это огромная работа. Вот у меня сейчас появился отдел по интернет-вещанию. То есть мы вещание в интернете рассматриваем как отдельное подразделение. И у нас есть определенные успехи в этой области. Цифры говорить не буду, все их знают. Там и почти 200 тысяч на Ютубе, и так далее, и так далее. И ВКонтакте 150 тысяч. Много. То есть этим нужно заниматься. Мы всегда находимся в центре общественного внимания, что очень важно. Здорово. Вот я был на площади праздник поэзии, но ко мне подошло, наверное, человек 30 за время праздника. Из них 25 человек меня критиковали. Ну, я с одной стороны, конечно, тяжело. Надо отвечать. Кому заставки не нравятся, кому-то это не нравится, кому-то то не нравится. Кто-то говорит, слишком много нового. Кто-то говорит, мало прежних записей, мало прежних имен. Ну, то есть палитра мнений огромная. Это нормально. Если бы ничего никто не сказал, кто это такой ходит. Кто-то знает, кто это такой. Тогда было бы ужасно. А так, когда реакция есть такая, общественная реакция достаточно мощная, мне это всегда нравится. Но в то же время, еще повторю, если только на секунду почувствовать, что я ничего не дал, один год, все, тогда здесь делать нечего. Надо, как говорится, пусть этим занимаются другие. Век печатной прессы закончился? Я с этим тоже не могу согласиться, потому что, хотя мои коллеги убеждены, что надо сегодня там все газеты закрыть, там все там, все там, здравствует интернет. Но зачем торопить события? Что касается вот татарских изданий, моя личная позиция, опять же, моя личная позиция, татарские издания должны выходить до последнего подписчика. Вот пока есть один подписчик, они должны выходить. Но я понимаю, что это затраты. Я понимаю, что это тяжело. Но вот у меня такая позиция, хотя она с точки зрения, может быть, экономики, рыночной экономики, она, безусловно, неправильная. Я придерживаюсь неправильной позиции, потому что для меня, считаю, что для нас это очень важно, что люди подписываются на татарские издания, читают на татарском языке. В любой форме, какой есть, надо пытаться сохранять, поддерживать. В этом наша функция, наша задача. Что бы вы посоветовали сейчас тому, кто или хочет прийти в нашу отрасль, но сомневается, либо сделал первые шаги, либо уже сколько-то времени работает? Очень много нужно знать на уровне ремесла, чтобы сегодня заниматься журналистикой. Даже чисто технические вещи нужно знать, программы монтажа и прочее, прочее, много чего нужно знать. Но для меня принципиально важный вопрос. Я в этом абсолютно убежден. И по своему опыту, по вашему опыту, по опыту коллег, с которыми я общаюсь. Журналистика — это призвание. Сто процентно. Если это призвание, это совсем другой подход к этой профессии. Журналистикой нельзя заниматься абы как. Журналистика — это не работа с 8 до 5, как бы и радостно убегаешь с работы. Журналистика — это работа 24 часа. Журналистика — это способ познать мир и сформировать образ будущего мира. Это большая ответственность перед теми людьми, для которых ты работаешь. Поэтому вопрос качественного, профессионально подготовленного, владеющими технологиями журналиста, он первичен. Мы, конечно, отстаем. Мы возвращаемся к началу нашей беседы. Мы безмерно отстаем уже от этого мира. Вот в чем проблема. Но те, кто отстает от поезда, вы знаете, какой ждет будущее. Мы не можем отстать. Но он еще двигается. Уже близится последний вагон. Но еще шанс есть у нас заскочить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!